2 августа в день воздушно-десантных войск голубые береты северского района по уже сложившейся доброй традиции навестили детей из реабилитационного центра поселка Черноморского. В этом году в благотворительной акции приняло участие более 30 десантников. Они собрали средства и приобрели игрушки, фрукты и сладкие подарки для детей с ограниченными возможностями здоровья. В свою очередь ребята из центра приготовили для десантников концертную программу. Встреча получилась теплой и насыщенной. Ребята рассказывали стихи и отгадывали загадки на тему воздушно-десантных войск, а также участвовали в занимательных конкурсах и эстафетах. Голубые береты не остались в стороне. Они вместе с воспитанниками центра выполняли задания и даже показали мастер-класс по прыжкам на импровизированных парашютах. Море позитивных эмоций, смех и веселье получили ребята после водных баталий. Вместе с десантниками они сразились на бластерах. В этот день еще одним сюрпризом стала выставка оружия и боеприпасов. Их предоставил научно-поисковый православный центр «Щит и меч». Дети смогли не только посмотреть уникальные находки времен Великой Отечественной войны, но и потрогать и сфотографироваться с экспонатами. В очередной раз мы с братцами-десантниками собрались, приехали к детям. Нас, как и в прошлом году, встретили с улыбками, с песнями, с плясками. От души повеселились, побегали, поучаствовали в конкурсах. Все классно, эмоции переполняют. Эти довольные лица детей, их улыбки – это дороже нечего в нашей жизни. Поэтому все довольны. Всем ребятам, кто поддержал, большое спасибо. Кто остался неравнодушным. В этом году нас заметно прибавилось. И это не может не радовать. Идет отклик, значит, мы в правильном направлении. Никто, кроме нас, крылатая пехота Северского района с честью и достоинством показала, как празднуют День ВДВ настоящие десантники. Елена Меркотан, Владимир Галузский, Алексей Попов, телерадиокомпания «Атаман», поселок Черноморский. В станице Григорьевской прошел сход граждан. На встрече жители смогли задать свои вопросы районной и поселенческой власти и наметить пути решения имеющихся проблем. В начале мероприятия о проделанной работе за шесть месяцев 2019 года отчитался глава поселения Сергей Ливенцев. За указанный период отгрядированы и отсыпаны дороги, произведена чистка ливневых каналов, установлены башни Рожновского, станицы Григорьевской, указатели улиц. В 2019 году ТОС Станицы Григорьевской занял второе место в конкурсе социально значимых проектов ТОС «Территория будущего». На средства денежного вознаграждения куплен детский игровой комплекс. После отчета жители смогли задать свои вопросы главе и районным специалистам. Меня волнует школа и всех волнует школа, что там крыша течет. Уже два года это все идет и крыша не ремонтируется. И до сих пор столько дождей прошло. И до сих пор почему так и почему смета, говорят, готова, но почему не делают. Мы сделали проектно-смертную документацию на капитальный ремонт отмостки, на капитальный ремонт спортивного зала. Но учитывая то, что это достаточно сложный ремонт и продолжительность их большая к 1 сентября выполнена не будет, в августе месяце мы подаем заявку Министерству образования Краснодарского края на вхождение в программу в 2020 году. По всем этим направлениям, начиная с капитального ремонта отмостки и заканчивая кровью, включая ремонт спортивного зала. И в случае вступления уже в программу, мы очень надеемся, деньги будут выделены. И в следующем году уже, в то время, когда закончится учебный год, все эти работы будут выполнены. Участников схода интересовали вопросы здравоохранения, сельского хозяйства, благоустройства, дорог. Одна из наболевших проблем – отсутствие прямого сообщения между Григорьевским поселением и Краснодаром. Мы также отрабатывали этот вопрос и нам официально ответили, что политика сейчас, Министерство транспорта в целом по Краснодарскому краю такая, со всех отдаленных пунктов населения должно свозиться к центральным, допустим, или Станица Северская, или Станица Смоленская, то есть нашими районными маршрутами. А уже они организовывают, допустим, Смоленское, Краснодар, вот такие маршруты. То есть они говорят, мы каждому населенному пункту организовывать маршруты не будем. Вы должны эти вопросы решать своими силами внутри района, что мы как бы стараемся и делать. На встрече обсудили замену водопровода в Григорьевском сельском поселении. Сергей Ливенцев рассказал о том, что делается в этом направлении. Мы в этом году, у нас уже положено по 5% менять каждый год километр 200 метров по всему поселению. Мы в этом году уже заменили километр 50 метров. Нам осталось 150 метров всего лишь на всего поменять. Поэтому водопроводные сети меняются планомерно, и мы меняем даже больше, чем километр 200 метров. В прошлом году мы заменили километр 650, позапрошлом году километр 450 поменяли. Но каждый год мы меняем больше, чем положено. По результатам встречи все озвученные вопросы были поставлены на контроль для их дальнейшего решения. Безопасность превыше всего. Анализ аварийности на территории Краснодарского края по итогам первого полугодия 2019 года показал, что одна из главных причин дорожно-транспортных происшествий – выезд на полосу встречного движения. Для недопущения трагедии на дорогах сотрудники отдела ГИБДД проводят оперативно-профилактическую операцию «Встречная полоса». В целях стабилизации обстановки на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети населенных пунктов, усиления работы по профилактике и предупреждения автоаварий с тяжкими последствиями, а также профилактики нарушений правил дорожного движения Российской Федерации, связанных с выездом на встречную полосу на территории Краснодарского края, в том числе и на территории нашего района, с 1 по 5 августа 2019 года будут проводиться оперативно-профилактические мероприятия под условным названием «Встречная полоса». Уважаемые жители Северского района, соблюдайте правила дорожного движения, будьте взаимовежливыми и внимательными на дорогах. Ты кто? Я ваше счастье. Девочка, мы тебя, как это сказать, не планируем? Проходи. Разве счастье можно планировать? Счастье не планирую. Антитеррористическая комиссия Краснодарского края предупреждает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова «Мы потратили годы жизни на то, чтобы в последнюю секунду вырвать победу. И для меня это не удача, а труд. В такой момент некоторые сдаются. Но мы не сдавались, пока были силы». Полёт начался недалеко от французского Кале. Изобретатель преодолел 35 километров за 22 минуты. На полпути он приземлился на сопровождающее судно, чтобы дозаправиться топливом. Запота финишировал недалеко от Дувра. «У меня болело всё тело, бёдра горели. Я хотел замедлиться, но решил прибавить скорости. Я притворился, что мне не хватает керосина и нужно лететь вперёд на всех парах. Поэтому я ускорился на 20 километров в час и увидел, как скалы приближаются всё быстрее». Первую попытку перелететь через Ла-Манш француз предпринял 25 июля. Но, приземлившись для дозаправки, не удержал равновесия и упал в воду. В этот раз Запота использовал судно и платформу большего размера. Во время полёта его сопровождали три вертолёта и несколько кораблей. «Для чего нужен флайборд? Это шаг в будущее. Самолёт Блерио, впервые перелетевший через Ла-Манш, не выглядел, как Аэрбаз А380. Но это был шаг вперёд». Запота 14 лет назад изобрёл водный флайборд, а в 2016-м появился флайборд Аэр. Летающая платформа оснащена четырьмя реактивными двигателями, которые работают на керосине. В конце прошлого года командование французской армии выделило изобретателю 1,3 миллиона евро, чтобы тот адаптировал флайборд под нужды военных. Субтитры подогнал «Симон»!